Новый торгово-развлекательный центр в Ноябрьске может появиться конкурент сургутского сетимола. На полтора года позже реформа продолжает повышать пенсионный возраст. И снежные валенки в детском саду известный скульптор Кирилл Никифоров подарил детям сказку. В Ноябрьске определили место для возведения самого крупного в городе торгово-развлекательного центра. Предполагается, что комплекс будет построен в девятом микрорайоне. Такое решение принято на градостроительном совете. Место расположения выбирали из нескольких вариантов. Рассматривали участок на улице энтузиастов, но там заболоченная местность и мешает инженерной коммуникации. Оптимальным, по мнению совета, остается площадка в девятом микрорайоне. В ней есть заезды по улицам Цоя, Советская, Гагарина. А в скором времени появится и газопровод. Дата начала строительства пока не названа. Предполагается, что по размерам и функционалу торгово-развлекательный центр в Ноябрьске будет соответствовать ситимолу и аури в Сургуте. Региональный оператор по твердым коммунальным отходам усилит контроль за работой нового перевозчика в Ноябрьске. Об этом руководитель инновационных технологий Александр Прибылев сообщил на пресс-конференции в Салихарде. Особое внимание работе в праздничные дни. Задача не допустить в городе коммунального коллапса. Новый подрядчик приступит к своим обязанностям утром 1 января. Торги на вывоз мусора выиграла частная компания «Экос», заняв место муниципального ансата. Автопарк организации укомплектован необходимой техникой. Однако муниципальный перевозчик по поручению руководства Ноябрьска при необходимости тоже готов подключиться к работе. В 2020 году продолжится переходный период пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию вновь изменится. Он увеличится на полтора года. За жителями Крайнего Севера сохраняется право выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста. Так, в следующем году на Ямале реформа затронет мужчин 1964 года рождения и женщин, родившихся 1969. При этом ряда категорий граждан увеличение пенсионного возраста не коснется. Это женщины, которые родили двух детей и имеют стаж в районах Крайнего Севера 12 и более лет и общего стажа 20 лет. Это родители детей инвалидов, это мамы, которые родили пять и более детей, это списочники наши так называемые, то есть люди, которые работают во вредных профессиях. Это коренные малочисленные народы Севера, ну и еще ряд категорий. В России появится единая база данных, в нее включат все данные об оружии, которое находится на руках у людей. Созданием сервиса сейчас занимается Росгвардия. Именно эта структура контролирует оборот оружия в стране. К какому сроку ресурс будет готов, к работе не уточняется. Но уже известно, что в нем будет отображаться информация о 6 миллионах единиц оружия. Как сообщает российская газета, о каждом из них правоохранителям будет известно все. От момента изготовления до продажи и адреса хозяина. Указываться в базе будет и то, было ли замечено оружие в криминале. Кроме того, ресурс будет ображать и информацию о частных охранных структурах. Их состав, численность, охраняемые объекты. С 1 января регистрировать новые автомобили можно будет прямо в автосалонах. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Как пишет коммерсант, регистрировать машины смогут не все компании, а только те, что получили статус специализированной организации и включены в реестр МВД. Согласно новым правилам, осматривать транспорт и проверять документы владельца будут работники автосалонов. Они же после всех проверок через портал госуслуг информацию передадут в госавтоинспекцию. Обладатель гранта Министерства образования и науки, студент Университета Будапешти Петр Фадеев приехал в Ноябрьск. Выпускник колледжа профессиональных и информационных технологий вернулся в Ноябрьск на новогодние каникулы. В начале сентября стало известно, что молодой программист зачислен на программу бакалавриата Венгерский университет. Чтобы попасть туда и получить стипендию на обучение, он прошел строгий отбор и сдал несколько экзаменов. Преподавание Будапешти ведется на английском языке, да и сама система образования другая. Поэтому первое время, рассказывает Петр, ему было непросто. Европейский диплом откроет перед жителем Ноябрьска новые перспективы и возможность работать в самых известных компаниях мира. Большое количество компаний, которые заинтересованы в молодых специалистах, которые получают бакалавриат, можно сказать, в Венгрии. И приходят они сами, приходят в университет и заинтересовывают студентов в работе у них. Завуч колледжа профессиональных и информационных технологий Ольга Иванова стала лауреатом премии «Человек года-2019». Ольга Иванова является координатором всероссийского движения «Молодые профессионалы» в Ноябрьске. И в этом году пятый региональный чемпионат стал рекордным по числу участников, экспертов и самих компетенций. В 2015 году мы только начали, и у нас было всего 6 компетенций. Сейчас у нас 15 компетенций. Увеличилось количество участников, увеличилось количество экспертов. У нас очень много всего изменилось. 92 участника, больше сотни экспертов и 15 компетенций. Пятый региональный чемпионат «Волтскилз» в Ноябрьске стал самым внушительным за последнее время. Еще 4 года назад, когда модное движение зарождалось, конкурсантов было всего 10. Сейчас в это уже сложно поверить. За 2 часа разобрать и разобрать коробку передачи очень сложно. Мне пришлось даже дважды возвращаться, разбирать. Забыл поставить фиксатор. В 2015 году мы даже не знали, с чего начать. Мы ездили по городам и консультировались, как все-таки организовывать. Потому что организация чемпионата – это тоже очень сложный процесс. Подготовить экспертов и участников. А главное – найти место по всем стандартам. Плюс оборудование. Такой площадкой стал Ноябрьский колледж информационных технологий. Завучий и координатор «Волтскилз» в Ноябрьске Ольга Иванова рассказывает – чемпионат захватывает каждого. Не можешь спать, не можешь есть. И постоянно ищешь какие-то выходы и решения. Я хочу сказать, что все, кто в движении «Волтскилз», они все просто болеют этим движением. Не заставляют себя ждать и результаты. В этом году студенты колледжа вошли в сборную Ямала и попали на национальный финал в Казани. Маргарита Коршунова стала бронзовым призером в компетенции «Фотография». Ночью просматривать картинки, какой натюрморт будет лучше, как лучше поставить свет. За этот чемпионат я научилась намного большему, чем за год. А вот так поддерживали всех конкурсантов чемпионата. Без комментариев. Теперь участники национального финала уже эксперты и обучают новых молодых профессионалов. Ну а для координатора Ольги Ивановой каждая победа – это личный бонус и доказательство, что работа «Волтскилз» на Ямале не напрасна. Мечте ведут запрет на запуск новогодних салютов. Постановление об ограничениях уже подготовлено. Следить за соблюдением будут мобильные группы. Об этом сегодня сообщил первый заместитель главы Андрей Власов. Он также добавил, что в эти дни контроль за безопасностью в городе будет усилен в разы. Власти привлекли казачество и дружинников. Для патрулирования будут задействованы кинологи со служебными собаками. Проверять будут не только соцобъекты, но и аварийные и расселенные дома. Кроме того, в городе начались рейды по выявлению несанкционированных точек продаж пиротехники. В целом у нас на территории города определены шесть территорий для запуска пиротехнических изделий. Все они будут подготовлены в срок до 31 декабря 2019 года. Известный ноябрьский скульптор Кирилл Никифоров подарит зимнюю сказку нескольким городским детским садам. Так, например, целая композиция уже появилась на территории Колобка. Там она выполнена по мотивам сказки «Щелкунчик». На территории сада появились сам главный персонаж сказки Гоффмана и его главный противник – Мушиный король. В детском саду «Аленький цветочек» снежный городок посвящен персонажам советского мультфильма «Приключения кота Леопольда». А в сказке все фигуры посвящены валенкам. Они обращались, спрашивали заранее, предварительно, начиная, наверное, с первого сентября, можно сказать. Мы вели переговоры, и уже ближе к декабрю было понятно, какие садики я буду оформлять. И, соответственно, уже подбирались некоторые садики, сами говорили, что они хотят. Допустим, если здесь в садике Колобок, то я уже сам предложил, какую идею именно, что мы будем делать. В ноябрьском лесничестве выдали уже больше тысячи разрешений на вырубку главного символа предстоящего праздника. Горожан предупреждают, заготовка деревьев без оформления соответствующего договора купли-продажи запрещена. Чтобы пресечь сезонное браконверство, в окрестностях города проходят так называемые елочные рейды. Специалисты лесничества совместно с сотрудниками госавтоинспекции останавливают автомобили и проверяют, везут ли водители елки, есть ли разрешение на вырубку. Выявленные нарушения могут принести серьезные проблемы с законом. У нас предусмотрена административная ответственность и уголовная ответственность. Если сумма ущерба составит свыше 5000 рублей, то это будет уголовная ответственность. Если сумма ущерба причинена лесному фонду менее 5000, то будет гражданин привлечен к административной ответственности от 3500 до 5000 рублей. Еще больше новостей на сайте Ноябрьск24 в наших группах телеканала в социальных сетях.